Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в республике Чуваша, в Шумуршинском районе. И мы приехали в деревню Техизба для того, чтобы человек, который самостоятельно, скажем так, выстраивает все свои бизнес-процессы с нуля, не имея опыта фактически предварительного, такого какого-то глобального, Артем Саблин нам рассказал про культуру. Одну из культур сегодня предлагаю обсудить горох. Вы говорили про бобовые, которые у вас присутствуют в Севобороте, про нестандартный, скажем так, подход с точки зрения, все-таки не классический назовем. Ну да, да, не по книжке, все советуют так не делать. Расскажите ваши истории, ваш опыт, поделитесь им. Откуда взялся вообще горох в Севобороте и как вы его, скажем так, интегрировали гармонично? Сейчас я вам расскажу все о горохе. Горох у нас вообще в этом году появился первый раз. Нужна была какая-то культура для вывода из жестких препаратов, ну, то есть как ранее, от жесткой химии. Нужно же было как-то поле маленечко дать отдохнуть, ну, порывать неинтересно после соя. А сеять там, ну, как бы хочется что-то, допустим, из зерновых. Нужно как что-то, вот какая-то такая вот между культура, вот, которая будет помогать перейти к этому. Подумали, прикинули, есть даже у людей опыты, посмотрели, да, то есть, ну, просто опыт в том плане, что они так сделали, у них вроде все нормально. Это горох. Как скажем, любую книжку откройте по агрономии, ну, это вообще нельзя-то делать. То есть, не знаю, много кто из агрономов там старых, как так, почему, ну, болезни, да, зернобобовые одинаковые, вредители. Мы решили попробовать двух разных предшественников. Первое – это посоль, вот, вывести из оборота. То есть, у нас там работали третий год имазомоксом, плюс бентазон, химия имазомокс – существо, долго распадающееся в почве, поэтому было решено, то есть, посеять там горох. Все, мы его отсели. И второе у нас это поле – горох после, так, получается, яровую пшеницу мы там посеяли. Тоже первый раз, один раз вот просто так нужно было, опять же, посеяли, собрали, вспахали, оставили на зиму, забарновали, закультивировали, посеяли горох. Российский сорт взяли, потому что пробуем уже первый раз, надо же как-то научиться притереться. Торстанская селеца, это не из Тан, если я не ошибаюсь, название Тан. Усатый, он вырос кормовой, я там точно не помню название. Посое по пшенице. Вот сейчас смотрим, да, два момента. И придем еще к третьему, к третьей идее, попробую тоже, хочется сейчас посмотреть. Посое результат был намного более удовлетворительный, нежели по пришественнику пшеницы. Поля одинаковые, ну, то есть, и почва, то есть, по сути, два соседних поля, прям между ними, там, километр, так скажем. Питание одинаковое, все, все одинаково. Препараты все, все одно и то же. Работали МЦПА, то есть, опять же, повторяюсь, для того, чтобы не использовать имазомокс, не использовать имазотопир, которым как раз-таки бобовый устойчивый, это вот и горох, и соя. Мы же хотим, наоборот, вести землю в оборот, то есть, как бы, чтобы она работала на зерновых. МЦПА использовали, то есть, как раз-таки, чтобы бороться сорняки. Все в одинаковых дозировках, срок сева, там, разница один день, срок уборки, там, разница была 3-4 дня. По засоренности, конечно, после сои чуть поболее было, это факт. То есть, после пшеницы, почище было поле. Но по урожайности, там, в районе 7-8 центнеров, разница показала. Артем, скажите, по урожайности, вот, после сои и после пшеницы сколько? Так, после сои у меня урожайность 26 центнеров. Именно, смотрим, два поля. То есть, у меня было просто два поля гороха. Там 26 центнеров, после пшеницы 17. Вот, то есть, такая разница у меня вышла. Большая разница. Ну, да. А если вот вы говорили про питание и вообще, в принципе, вот сам цикл, давайте пройдем с момента, как вы, в какой момент период именно был, посеяв происходил, как, вот прям пошагово. Все, давайте начнем даже с предшественников. По гороху два поля. На одном три года соли, до пшеницы там, вот сейчас я могу ошибиться, кукуруза, подсолнух, пшеница. То есть вот, ну, такой вот оборот. Вот, по питанию давайте перейдем. Не инокулировал, инокулянтам использую только на сою. Горох не инокулировал, протравил, все, то есть как бы протравил один и тем же препаратом. Здесь существо азоксистрабин и флудиоксанил, все, два, ДВ. Период в какой это был у вас? Где-то примерно начало мая. А вот по вегетационному периоду в какое время вносили? Препараты питания? Да. Так, ну, начнем. В первую очередь мы дождались высоты гороха. Тройчатые листы, второй, когда вылез и начинал уже третий выходить, высота была примерно 9-10 сантиметров. В первую очередь я обработал гербицидом. Все, МЦПА, отработал я МЦПА. После чего, так, 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 у нас началось развитие по фазам гороха у меня сложновато. То есть, потому что первый год я еще там, да, как бы вот... Плаваете. Да, пока половаю в горохе. Я старался, знаете, откуда взять знания? Из бобовых и из сои. По питанию. То есть, как бы зернобобовый одинаковый, как бы те же самые вещества. Сера, молебден, бор. Вот, в моем понимании, это вот как раз-то, которые нужны вещества, для и гороха тоже. Потом азотом карбамидом вообще ничем не кормил. У меня был посев сульфатом аммония с нормой 90 килограмм на гектар. Был посев гороха. Карбамид по листу я не вносил, не селита, не сульфат, вообще ничего. Даже не разбрасывал. Подсветение отработал фунгицидом и отработал молебден, бор. То есть, таким микроудобрением. Как подбирали? Фунгицид, ну, по стандарту. То есть, сейчас стандартный, ты баконазол ему залил группы. То есть, вот, 2ДВ использовал. Потому что горох вот на этапе, вот это именно цветение, как мне товарищи объяснили, которые уже не первый день с горохом. То есть, вот он маленько начинает заболевать. После того, как у меня появились стручки, то есть, соответственно, полностью отцвела, уже появились стручки, отработал системно-контактным инсектицидом. С добавлением еще, то есть, сначала отработал системно-контактником и добавил подкормку. То есть, еще там я добавил, получается, серу, еще просто серу с бором добавил. А, и цинк еще использовал, как микроудобрение. Отработал, потом у меня напала плодожорка. Когда уже горошины появились, я отработал фосфоорганикой чисто, просто фосфоорганическим инсектицидом. Демиатат. Да, демиатат МДВ. Спас, отработал, все у меня. Слава богу, вот, горох не пожрали они. То есть, вот, выручила. Подкормку, честно, по питанию, не заморачивался особо, по гороху. Моя цель была это вот именно научиться работать с вредителями. Кого много, кого слушал, много где смотрел, куда ездил, везде наблюдал проблему одна. Это вредители. Вот, как раз-таки, на стадии, когда отобразовывались горошины. А, и, кстати, по сере, то есть, по питанию. Именно давал до образования горошин. Потому что, ну, именно это я взял практику из сои, да, то, что, типа, соя... Успешно. Да, да, серы для налива очень полезны. Ну, и вот смотрел, в общем, работал. Именно на вредителей хотел понять, как же их определять, как нужно их... То есть, вообще, поймать этот момент, вот именно не запустить, чтобы обработать как-то заранее, заблаговременно. И как спастись от них? А почему горох с тобой выбрали? Вот такой вопрос. Ведь мы же вот в предыдущем видео, мы с вами когда обсуждали, вы говорили, что все-таки, ну, идеальная картина мира, это прийти к пятипольному обороту для сои, самому оптимальному, три сои, два кукуруза. Да. А здесь у нас вдруг вы будете горох. А потому что я пока еще не ушел от зерновых. У меня пивоваренный ячмень, выгодные рентабельные условия его реализации. Пока у меня он есть в обороте, у меня будут зерновые, пока у меня будет подсолнух. Вот это, видите, алгоритм. То есть, пока у меня есть соя... Пока вот подсолнуха зависима... Мне нужна кукуруза. Мне нужна кукуруза, то есть, менять. Пока у меня есть подсолнух, мне нужна какая-то культура, чтобы я мог после подсолнуха ее посеять и как-то почистить поле для дальнейшей работы. Та же самая кукуруза, той же самой сои. И вот пока что я от них зависим. Но бывают такие года, а я знаю, что такие года бывают, нужна жесткая химия в максимальных дозировках. А потом что там сеять? Соя, она вообще большую пользу несет почве. И неохота терять эту пользу. То есть, хочется что-то как-то тоже засеять. Ввод новой культуры, как правило, влечет за собою технику специфическую. Здесь как дела обстояли? Пришлось что-то подзвонить? Конкретно в гору? Нет, вообще ничего не пришлось. Были мысли, кстати говоря, соседний фермер, то есть, ну, опыта же, а куда-то надо брать, я же все же насмотрел. Некоторые убирают, может, вы слышали, раздельным способом. То есть, сначала косят, делают волки. Нет, мы напрямую убираем горох. Та же самая зерновая жадка, та же самая сейлка СЗ-5-4 Астра. Все-все то же самое. Вообще, как то же самое, что и с соей, что и с зерновыми. Все вот. Та же самая подготовка почвы. Тот же самый культиватор, та же самая сейлка, те же самые сошники, настройка только чуть другая. Ну, и, опять же, протравитель, все-все-все то же самое. Закладка. Требуется ли сушка или дополнительные какие-то вот здесь? Нет, абсолютно. Убрали все, поварили. Да, кстати, вот чем горох еще интересен, то, что и в этом году, то есть, я посеял просто поздно. А убрал также, соответственно, позже других товарищей фермеров. Дело для себя вывод, можно сеять намного раньше и в холодную землю заложить его. И убрать раньше всего. И вообще нет заморочек. Ты его, то есть, убрал, все, ты убираешь его даже наоборот. Чуть-чуть подсырее он при уборке, то есть, при сортировке он подсушится, все, чтобы не растрескивался, то есть, как бы я вот попал в этот момент. Самое главное, это вот выбрать для себя, вот сейчас тоже добавлю. В эту году российский сорт попробовал. Он у меня, кстати, от непогоды лег. Уборка была тяжелая только потому, что низкие скорости. Использовались приспособления стеблеподъемники против, так скажем, ну, лег в одну сторону, и мы напротив выбираем наискосок. Выручил, поднял. И по сою, почему-то горох, он высотой был, ну, примерно, вот я ростом метр восемьдесят два, вот метр семьдесят. А, ну, то есть... Как зеленые массы там сколько. Да, там было просто, ну, очень много массы. А после пшеницы он был низким. Десекацию процесс мы не использовали вообще. Все как-то само подошло. Тем более, ну, вот эта засушливая пора как раз-таки нам попала. Все как-то вот оно прям... Легло. Да, легло. Специфическая культура, мы редко с ней встречаемся. А как вы определили, что все, он готов к уборке? Вот сегодня можно приступить. Ну, по влажности, опять же. То есть ты выходишь в поле, увидишь то, что у тебя, во-первых, ну, все, поле, оно не зеленое, оно у тебя, то есть все уже подошло. Все сухое, стебли сухие. Потом нужно, опять же, подбор сортов. Это как сои. Есть такая маленькая, это не хитрость, нюанс. Нужно брать неосыпаемые сорта, и чтобы они не растрескивались. Это прям вот, ну, обязательно условие. Например, допустим, вот этот сорт, он у меня, вот я подходил к стручкам, его если передержишь, стручки уже там начинают рассыпаться от малейшего расприкосновения. Все, он рассыпается, и горошины падают. Ну, опять же, набираешь, в поле выходишь, набираешь стручки, как бы извлекаешь там горох, вот влажность смотришь. Влажность проводили при уборке, уборку при влажности 15 процентов. Все, то есть он подошел, 15-16, мы убирали. Теперь у меня еще есть один, третий, вот я рассказывал, пшеница, там вот, сои. Да, желание раздновать. Да, для выхода из сои, жестких препаратов. А еще я хочу попробовать горох посеять после подсонуха для, вот как раз-таки, уничтожения падалицы. Это вы в следующем году планируете экспериментировать? Да, в следующем году. А какое количество земли вы собираетесь так прыгать? 100 гектар. 100 гектар. Будет интересно, если поделитесь. Обязательно, импортные сорта уже. То есть, вот один возьмем рокет, а второй вот пока решаем. Сейчас есть там, как бы, из чего выбрать. 50 гектар одного, 50 гектар другого. И все это будет после подсонуха. Будем надеяться, что в следующем году мы сможем к вам попасть, вы сможете поделиться вашим опытом. Артем, огромное спасибо за ваши ответы, уважаемые зрители. Тоже очень интересная у нас получилась история. Горох очень нестандартная культура для севооборотов, при этом рентабельная культура достаточно. Поэтому, если у вас есть ваш опыт уже, и вы готовы им поделиться, непременно пишите в комментариях. А если у вас есть вопросы, то обязательно их в комментариях задавайте. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok